Сегодня на уроке математики мы поговорим с вами о площади прямоугольника и квадрата. С маленькой удачи начинается большой успех, и я надеюсь, что сегодняшней вашей удаче начнется ваш большой успех в изучении площади геометрических фигур. А что же такое площадь, дорогие мои? Площадь в словаре. Это большая, ровная, незастроенная площадка в городе или в селе. Обычно от нее отходят улицы в разные стороны. Перед вами площадь Мустакилик в центре нашей родины, в столице, в городе в Ташкенте. Площадь — это помещение, предназначенное для чего-либо, например, жилая площадь. А в математике, ребята, есть понятие площадь геометрической фигуры. А в математике, дорогие ребята, есть понятие площадь геометрической фигуры. Когда мы сравниваем площади геометрических фигур, мы пытаемся выяснить, больше или меньше места занимает данная фигура на плоскости. Давайте рассмотрим примеры. Ковер лежит на полу. Мы можем сказать, что площадь ковра меньше площади пола, потому что он покрыл не полностью весь пол. Картина висит на стене. В данном случае мы скажем, площадь картины меньше площади стены, потому что она не закрыла всю стену. Итак, повторите вместе со мной. Площадь фигуры — это величина, показывающая, сколько места занимает фигура на той или иной плоскости. А теперь начнем разговор о площади прямоугольника. Какими свойствами ребята обладает прямоугольник? Конечно, вы их помните. У прямоугольника все углы прямые, а противоположные стороны равны. Как же определить площадь прямоугольника, геометрических фигур и сравните эти площади? Давайте рассмотрим первые две фигуры. Перед вами треугольник и четырехугольник. Начнем рассуждать. При внимательном рассмотрении вы видите, что треугольник занимает на тетрадном листе меньше места. Значит, в данном случае мы скажем, что площадь треугольника меньше площади четырехугольника. Вывод. Площади некоторых фигур можно сравнивать на глаз. Как можно сравнить эти две фигуры? Ведь на глаз их сравнить очень сложно. Попробуем наложить одну фигуру на другую. И мы видим, что они полностью совместились. Сделаем вывод, что эти фигуры имеют равные площади. Попробуем этим методом наложения сравнить еще две фигуры. И треугольник полностью поместился в четырехугольнике. В данном случае мы скажем, что площадь треугольника меньше площади квадрата. Можем ли мы сравнить наложением площади вот этих фигур? Нет, наложением нам сравнивать неудобно. Как же измерить эти фигуры и как их сравнить? Часто бывает, ребята, что способом наложения сравнить площади фигур нельзя. В этом случае можно посчитать дольки, квадраты одинаковой величины, на которой мы разобьем каждую из этих фигур и сравнить полученные числа. Например, в данном случае долькой, меркой будет являться прямоугольник. Нужно посчитать, сколько таких мерок укладывается ровно в данной фигурке и посчитать, сравнить, посчитав их. Для закрепления сегодняшней темы я предлагаю вам такую игру. Перед вами две собачки. Как вы думаете, какая из этих собачек занимает большую площадь? Давайте посчитаем дольки. Мерки. В рисунке первой собачки их 16, а во втором рисунке 23. Соответственно, мы можем сделать вывод, что площадь первой собачки меньше, чем картинка второй собачки. Как же измерить площадь? Нет, задачи проще. Чтобы площадь нам узнать, величины нужно знать. Дорогие ребята, на следующем уроке вы научитесь вычислять площадь прямоугольника. А сегодня на уроке вы искали и творили, знания новые открыли, научились их применять. Теперь задание легко вам выполнять. Молодцы! Для домашнего задания я предлагаю вам выполнить номер 3 на странице 153 и номер 4 на странице 154. В этих заданиях вы также самостоятельно можете поиграть и вычислить площадь геометрических фигур. А еще дополнительно для самых умненьких я предлагаю следующее задание. Попробуйте начертить разные фигуры, но с одинаковой площадью. До свидания, дорогие ребята! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok